Так, посмотрим. Бедная Кэти с Ютуба любит яйца. Она спрашивает, какие есть способы борьбы с аллергией на яйца? Можете прочитать медленнее, какие есть способы борьбы с аллергией? Да, она любит яйца, но у неё на них аллергия. Она хочет знать о способах борьбы с ней. Аллергия на яйца. Да, понял. Думаю, есть способ. Вероятно, у вас синдром дырявого кишечника. Белок яиц попадает внутрь, иммунная система помечает его как нечто чужеродное и возникает аллергическая реакция. Хорошо бы на время исключить яйца. Если регулярно голодать интервально и периодически голодать длительно, есть вероятность, что вы избавитесь от аллергии, потому что это укрепит иммунную систему. Вы создадите новую иммунную систему, ведь в ней появятся новые стволовые клетки. И это уменьшит аллергию. Итак, я думаю, один способ избавиться от аллергии — это интервальное голодание. А ещё вам надо понимать, что если вы будете принимать большие дозы витамина D3, очень даже возможно, что ваша аллергия значительно уменьшится. Хорошо, перейдём к четвёртому вопросу Викторины. Прошу вас, док. Какое вещество в кристоцветных овощах может потенциально снизить риск развития рака? Это обнадёживает. Уважаемые зрители, можете отвечать. Пчёлка с Ютуба. Что нужно есть и чего нужно избегать при болезни Грейвса? Болезнь Грейвса или базедова болезнь — это аутоиммунный гипертиреоз, повышенная функция щитовидной железы. Я думаю, во-первых, вам нельзя принимать желчь, ведь желчь ускоряет преобразование тиреоидных гормонов. Их становится больше, а вам это не нужно. И вам не надо дополнительно принимать йод. Не надо есть много богатой йодом пищи, моллюсков с ракообразными и так далее. А продукты, которые вам нужны, это продукты, богатые витамином D3. Например, лосось. Он тоже обитает в море, но в нём намного меньше йода, чем в моллюсках. Но немного йода в лососе есть. Я бы также принимал большие дозы витамина D3 в виде БАДа. Думаю, 1050 МЕ. Ведь у вас аутоиммунная болезнь. У меня есть разные видео и курс по этой теме, где я рассказываю о протоколе одного врача в Бразилии. Из них вы узнаете больше. И принимайте большие дозы витамина D3. И проверьте парашитовидные железы, чтобы убедиться, что они в порядке. Это хорошая гарантия того, что вы косвенно обеспечиваете свои клетки витамином D. И это... Если вы не смотрели моё видео о витамине D, где я беру интервью у доктора Брюса Холлеса, вам надо его посмотреть. Ведь в этом видео есть что-то, о чём не знают даже многие врачи. В теле есть две системы, которым нужен витамин D. Одна система связана с костной тканью и кальцием. А вторая система связана со всеми другими тканями, включая иммунную систему. Это две разные системы. И если у вас в крови нормальный уровень витамина D, это ещё не значит, что его хватает второй системе. А этой второй системе нужно, чтобы витамин D3 поступал каждый день. Или чтобы мы каждый день бывали на солнце. Итак, если у вас иммунная проблема или аутоиммунная болезнь, и вы принимаете витамин D раз в неделю, это большая ошибка. Ведь период полувыведения того витамина D, который нужен иммунной и другим системам, но не костям, это всего сутки, 24 часа. Так что это очень важное видео. Хорошо, вот интересный вопрос. Кто-то с Ютуба с ником «Сюоздоровье» хочет знать, как увеличить рост у молодых людей. И помогут ли в этом БАДы с глюкозамином или что-нибудь другое? Я не знаю, поможет ли глюкозамин увеличить рост тела до заложенной генами высоты. Очень здоровое питание поможет в этом. Нужны все микроэлементы, особенно цинк. Это поможет. А также надо висеть вверх ногами. Шучу. Надо принимать продукт питуэтрофин в компании Standard Process. Я использовал его в своей практике. Он давал отличные результаты у детей, которые должны были быть выше. И за три месяца они вдруг выросли вот настолько. Я давал им одну таблетку питуэтрофина перед сном в течение трех месяцев. Это продукт компании Standard Process. Я его не продаю. Вы можете найти его сами. А у нас следующий вопрос. БРЛ из Рамбла спрашивает, должна ли реакция на ядовитый плющ пройти свой полный цикл? У меня она уже три недели, но у меня все еще появляются новые пятна. Помогите. Может, она их чешет. Можно ли занести это так на новые участки? Да, у меня с этим та же проблема. Но у меня с этим стало получше, поскольку я прошел лечение стволовыми клетками. Думаю, это очень помогло, ведь раньше у меня это было по семь раз в год, а теперь нет. Небольшая реакция есть, но пятна не разрастаются, как это обычно бывает. Я прошел лечение стволовыми клетками. Оно очень дорогое. Итак, можно ли сделать что-то еще? Да. Найдите источник воздействия. Да, реакция должна пройти весь цикл, и это чертовски долго. Я обнаружил, что мне реально помогает душ, но вода должна быть очень горячей. Это снижает чувствительность нервов, и зуд проходит на 3-4 часа. Становится легче. Но также, я думаю, можно погружаться в холодную воду. С лечением стволовыми клетками это не сравнится, но я думаю, это очень поможет иммунной системе, ведь это буквально шокирует организм, и это в огромной мере уменьшает эту чрезмерную реакцию, со стороны иммунитета. Итак, если принять горячий душ, а потом погрузиться в ванну с холодной водой, я думаю, это очень поможет. И периодически надо голодать длительно. Мне длительное голодание не помогало, но некоторым оно помогает от сильной аллергии на ядовитый плющ, с которой я ой как знаком. Хорошо, Уильям с Фейсбука. Есть ли идеальное время для приема витамина D? Надо пробовать. Кто-то принимает его перед сном, и сон поразительно улучшается, ведь витамин D помогает восстановить циркадные ритмы. А кто-то от него не может уснуть. Если у вас так, то вы сразу поймёте. Тогда принимайте утром. Поэкспериментируйте, чтобы понять, когда вам его принимать. В моём баде есть ещё и жир, так что его можно принимать натощак. А также кофакторы, так что в нём есть всё, что нужно. В общем, это то, что я бы рекомендовал. И хочу сказать ещё вот о чём. Как минимум в Европе, не знаю насчёт США, в большинстве бадов с витамином D есть скрытый глюкозный сироп или мальдодекстрин. Можно высыпать порошок из такой капсулы в воду, взять пипетку и капнуть в эту воду йода. И если раствор станет тёмно-фиолетовым, значит, там есть крахмал, мальдодекстрин. Если раствор жёлтый или прозрачный, то крахмала нет. Так можно легко выявить скрытый крахмал в баде. Я вынужден платить больше за то, чтобы в моём баде с витамином D не было мальдодекстрина. Ни в одном моём продукте мальдодекстрина нет. Я доплачиваю за то, чтобы его там не было. Вы удивитесь, если узнаете, в каком количестве продуктов есть скрытые наполнители, к сожалению. Итак, сегодняшний вопрос викторины звучал так. Какое вещество в крестоцветных овощах может потенциально снизить риск развития рака? Какие же умные наши зрители? Я даже не знаю, как это произносится. 80% сказали «суросульфорафан». 15% сказали «глюкозанат». Я верно прочёл? Это и есть сульфорафан. Это то, во что он превращается. Так что все ответили правильно. Сульфорафан — это вещество... Там есть и другие вещества. Но сульфорафан наиболее изучен в плане рака. Но в Хопкинсе не смогли запатентовать сульфорафан, поэтому о нём особо и не слышно. Но про ростки брокколи есть ещё кое-что, что мы сейчас испытываем, и в чём, как мы думаем, сульфорафана даже больше, чем в проростках брокколи. Когда будут результаты, я вам расскажу. А пока пусть это будет тайной. Но мы знаем, что в проростках брокколи очень много сульфорафана. И если их есть, они могут потенциально снизить риск рака. Сульфорафан весьма любопытен, ведь он также сдерживает или отправляет в ремиссию бактерию хеликобактер пилори, если она у вас есть. А она вызывает язву или проблемы, связанные с кислотой, проблемы с желудком, вроде гастрита. Сульфорафан от этого помогает. А также, если у ребёнка аутизм, сульфорафан потенциально может помочь. Примите к сведению. Примите к сведению.